Дорогие друзья, всем добрый день, я вышел сегодня, решил выйти сегодня в Белив, поделиться своими впечатлениями, своими прогнозами по поводу того, что будет в Украине в ближайший год, два-три. И сегодня, буквально утром, вот, пообщавшись со своими коллегами и вообще раздумывая над этой всей ситуацией, как эксперт в Киеве, в Вашингтоне, я задал себе вопрос, возможно ли вообще диктатура в Украине? Ну, по поводу этого есть много мыслей на самом деле, и после разгона палаточного лагеря под Верховной Радой, после тех событий выдворения Саакашвили, после тех событий, когда идет откровенное наступление на права и свободы людей в Украине, я задал себе вопрос, реально, возможно ли в Украине диктатура? Ну, если размышлять по поводу демократии, мы можем сказать, что любой демократический механизм, любые выборы, права человека, соблюдаются благодаря так называемым checks and balances, сдерживателям и противовесам. Почему такие демократии, как в Америке, в Западной Европе, почему они сильны, почему они вообще действуют? В первую очередь благодаря тому, что там есть несколько политических игроков, либо политических партий, которые взаимоконтролируют друг друга, и никто не может из них взять полноту власти. Поэтому Соединенные Штаты Америки создавались как раз в первую очередь для того, чтобы избавиться от монархии, избавиться от короны, отцами основателями создавалось три ветки власти, законодательная, судебная и исполнительная. Можно сюда добавить еще четвертую ветку власти, которая называется СМИ, пресса, которая фактически тоже является контролирующим органом этих трех ветвей власти. Я бы сюда добавил еще пятую ветку власти, это является гражданское общество. Гражданское общество в Украине, это называется третий сектор, люди, которые, скажем так, люди, которые, они избиратели, они могут также участвовать и в других ветвях власти, но тем не менее они являются гражданским обществом, и они могут быть как пятым независимым элементом любой демократии. В Украине происходит другое. В Украине мы видим, что после разгона участников протеста, мы видим, что после облав там на Саакашвили, на других оппозиционных лидеров, мы видим, что власть чувствует свою безнаказанность. То есть мы видим, что убирается вот этот вот checks and balances, то есть нету сдерживателей и противовесов. Несмотря на то, что гражданское общество в Украине действительно сильное, то, что там международное сообщество поддерживает демократию и тому подобное, мы видим, что сейчас все карты и больше и больше козырей становятся в руках системы. Потому что у системы есть армия, у системы есть купленные СМИ, у системы есть полиция, национальная гвардия, у системы есть колоссальный финансовый ресурс и у системы есть некий консенсус. То есть вот эти олигархи, которые собрались, сплотились благодаря вокруг системы, они сдерживают этот консенсус, эта система гарантирует им безнаказанность в будущем. Поэтому в этой ситуации, сколько бы мы не слышали выступлений, возмущений и других, скажем так, гражданских выступлений, мы видим, что гражданское общество по сути разразнено, у гражданского общества нет единой стратегии, у гражданского общества нет единого лидера. И всех, скажем, более-менее общественной организации, общественные инициативы система очень эффективно разбивает. Только спустя 4 года после Евромайдана я могу для себя констатировать, насколько вообще умной и продуманной система оказалась и насколько она живучей оказалась, скажем так, со времен даже 1991 года. Потому что, несмотря на то, что гражданское общество постоянно пытается ее скинуть, гражданское общество постоянно пытается реанимировать систему, она не только не отступает, но она еще больше укореняется, она еще больше становится сложной. Как говорят американцы, sophisticated. И она еще больше, скажем так, делает, использует, учится и использует такие же гибридные методы, которые свойственны современному миру. Ну, допустим, недавно публикация была хорошая, я советую вам ее всех прочитать, в The American Interest, там, где как раз рассматриваются примеры некоторых диктаторов, их называют гибридными диктаторами. То есть, возьмем Путина, либо Орбана, либо других авторитарных лидеров, эти же лидеры, они говорят, что они европейцы, они используют социальные медиа, они используют разные другие каналы и пытаются показать свое, несмотря на то, что они диктаторы, они показывают свое демократическое лицо. Ну, вот, допустим, даже посмотрите по поводу выборов в России. Несмотря на то, что Путина демонизируют и говорят, что вот он такой, всякой, он там узупировал власть и тому подобное. Тем не менее, Путин, вот как и другие, я думаю, другие диктаторы, в принципе, берут с него пример, они используют принципы Айкидо. То есть, фактически, лидер, диктатор-лидер, либо авторитарный лидер, он, либо она, не показывает этого. Напротив, они используют все слабые и сильные стороны демократии себе в пользу. Ну, вот, допустим, если мы говорим, что Путин, он авторитарный лидер, а в России все-таки происходят выборы, и Путин говорит, что мы за демократию, мы за свободу, тогда вопрос, является ли Россия диктатурой, да, либо нет. То же самое касается, допустим, СМИ, потому что в России действуют некоторые СМИ, несмотря на то, что большинство СМИ куплены, это пропаганда, но тем не менее, они действуют по неким таким шаблонам, у них есть некие островки свободы. То есть, те островки, которые там не закрывают. То же самое касается и Эха Москвы, то же самое касается и РБК, и Новой газеты. То есть, тем не менее, несмотря на то, что есть, условно говоря, диктатура, эти режимы, они спекулируют, они используют демократические западные инструменты для того, чтобы, а, еще более ослабить гражданское общество, б, показаться в глазах Запада, в глазах международной структуры, не такими уже и жесткими диктаторами, которыми их там рисуют учебники, истории, особенно там диктатуры, там еще 20 века. Поэтому диктатура и авторитаризм 21 века, они совершенно отличаются от тех привычных, скажем, привычных шаблонов, привычных моделей, которые мы наблюдали еще в 20 веке. Поэтому диктатура 21 века, авторитаризм 21 века, он будет по-любому носить маску европейскую, он будет по-любому носить маску демократическую, но, тем не менее, от этого этот режим авторитаризма и диктатуры 21 века, он не будет сильно отличаться от режимов диктатур 20 века. Единственное, что методы устранения политических оппонентов, методы устранения протестных движений, они будут намного более лояльными. Ну вот, допустим, во время диктатуры, сталинской диктатуры, во время диктатур, там 20, я не знаю, там можно назвать, там Пиночета, либо кого угодно, людей массово расстреливали, людей вывозили за рубеж, я не знаю, там депортировали еще куда-то, вывозили на принудительные работы и тому подобное. В 21 веке все делается намного проще, поскольку мир становится глобальным, мир становится, скажем так, очень таким открытым, мир становится очень конкурентным. В любой стране, если бы, допустим, я ставил себя на место авторитарного лидера, несмотря на то, что моя природа авторитарная, но я хочу показаться перед Западом демократичным. Я бы делал очень просто, я бы просто давал возможности, фактически уничтожал возможности для среднего класса, уничтожал возможности для думающих людей каким-то образом реализоваться в их стране. По сути, выдавливал бы средний класс, выдавливал бы потенциально людей, которые опасны для меня, как для авторитарного лидера. Опасны для меня, я бы создавал им невозможные условия существования и фактически открывал бы им пути на Запад, на Восток, на Север, то есть куда угодно. То есть фактически идет некое интеллектуальное выдавливание, некое интеллектуальное, финансовое, экономическое, либо политическое мягкое прессинг на тех людей, которые так либо иначе могли бы предоставлять мне опасность, как авторитарному лидеру 21 века. Второй момент, по поводу прессы. Вот смотрите, нам не нужно по поводу прессы, лидеров общественного мнения и тому подобное. В принципе, если у тебя есть СМИ, я понимаю, как авторитарный лидер 21 века, что мне нужна СМИ, мне нужна максимальная монополия в информационном пространстве. Что бы я для этого делал? Есть брутальный метод диктатур 20 века. То есть они говорят о том, что приходи, делай облаву на журналистов, всех покуй, всех там пересажай и тому подобное. То есть устрой шок и трепет независимым СМИ, гражданскому обществу и тому подобное. Всех остальных, с которым ты не согласен, как это делается в России, объяви агентам влияния, международным агентам и скажи, что они не имеют права находиться либо работать в нашей стране, потому что они представляют интересы Запада, они представляют интересы другой страны, других стран, которые хотят подорвать там режим, наш авторитарный режим. Я не знаю, неважно где там, в России, в Казахстане, еще где-нибудь. Поэтому в этой ситуации есть очень простой момент, всех купить. По сути, этим же методом шел Янукович и мне кажется, что нынешняя власть продолжает политику Януковича и продолжает успешно использовать его инструменты. Потому что, скажем так, те модели, которые были наработаны даже еще со времен Кучмы, они никуда не делись. То есть, уникальность нынешней системы, я это говорю не с точки зрения политика, а с точки зрения аналитики, уникальность нынешней системы, она как раз состоит в том, что она гениально, дьявольски гениально учится, дьявольски гениально развивается и дьявольски гениально впитывает в себя все самые эффективные инструменты, которые были еще эффективны, там, я не знаю, со времен, я не знаю, реально 20 века, со времен Кучмы, со времен Кравчука. Поэтому если тебе нужно СМИ, ни в коем случае, потому что Запад тебе помогает. Перед Западом ты кажешься демократическим лидером, но тебе нужен контроль по СМИ, потому что они тебя всячески поджимают. Поэтому во всех ситуациях все очень просто, всех купить. Это все пытался делать Янукович. Я помню, что в свое время было несколько независимых площадок, и я помню, что я был активным блогером в издании корреспондент.нет. И в этом издании действительно была очень классная независимая блог-платформа, там можно было высказывать свое мнение. И фактически, сейчас я веду свой блог на Эхо Москвы, но на Эхо Москвы есть некая премодерация. Но тем не менее, это тоже, мне кажется, неплохой либеральный островок в России. Там, где надо доносить мнение, там, где надо рассказывать о Майдане, там, где надо рассказывать о Америке, там, где надо рассказывать о российской либеральной тусовке. Что происходит в Украине, что происходит в Штатах, и какие рецепты русские, Россия может подчеркнуть о Украине. Поэтому Эхо Москвы, в принципе, для меня неплохой ресурс. Возвращаясь к тому, как делают авторитарные лидеры 21 века по поводу СМИ. Ни в коем случае они их не пытаются запугать, потому что чем больше ты сжимаешь пружину, тем больше она разжимается. Если сейчас устроить облаву на СМИ, если сейчас начать всех паковать, если сейчас начать там всех пересажать и тому подобное, это не поменяет никак ситуацию. Это еще больше может обозлить Запад, это может держать солидарными журналистами и тому подобное. Легче всего СМИ просто купить. Покупка СМИ происходит разными способами. Я немножко был как бы в журналистской среде. Я сам считаю, я считаюсь журналистом. И я понимаю, как это происходит. Подкуп СМИ происходит по разным направлениям. Это может быть прямой подкуп, когда на журналистов просто редакции заносится кейс с деньгами. Это может быть политический подкуп, когда мы знаем, что большинство СМИ контролируется политиками, либо олигархами и через олигархов влияют на СМИ. Это может быть фактически финансовое некое давление, когда у СМИ не существует никаких возможностей, скажем, а большинство СМИ, особенно телеканалы, они являются убыточными, когда им создают, скажем, кабальные условия, когда их отрезают от кабельных сетей и тому подобное. И таким образом говорят, ребята, мы не против, вы можете продолжать вещать, вы можете продолжать дальше критиковать власть, продолжайте дальше делать, что хотите. Приглашайте оппозиционных журналистов и тому подобное, политиков, политологов, экспертов, но вас не будет в кабельной сети. То есть фактически мы урезаем вашу аудиторию в 20, в 30, в 50%. А это значит, что вы не сможете себя поддержать, вы не можете зарабатывать на рекламе. Потому что если вас отключить от кабельной сети, тогда у вас не будет достаточно рекламодателей, тогда у вас не будет достаточно, скажем так, ресурсов для того, чтобы поддержать себя, платить зарплату журналистам, поддерживать, я не знаю, платить за технику, аппаратуру. И таким образом вы сами вынуждены будете закрыться, сами будете вынуждены каким-то образом, я не знаю, то есть искать либо спонсоров, либо покровителей, либо просто закрываться. Поэтому вот эти гибридные методы авторитаризма 21 века, на сегодняшний день я наблюдаю в Украине. И действительно эти методы довольно эффективны. И проблема в том, в демократиях, что checks and balances уже не работают. Вот мне пишут в комментариях, что гражданское общество, допустим, мы этого никогда не дадим. Ребята, а что вы гражданское общество вообще можете? Что вы можете противопоставить системе вообще на сегодняшний день? По состоянию на 5 марта 2018 года? Ответ. Ничего. Сегодня власть может делать все, что угодно. И то, что ее сдерживает от таких действий, это, наверное, является, скорее всего, возмущение Запада. Сегодня власть может просто фактически обрубить гражданское общество на корню, мне так кажется. Потому что зачистка возле Верховной Рады это еще раз показало. Никакой реакции гражданского общества не было и быть не может. Первое. Гражданское общество, оно разбито. Часть из них погибла в АТО. Часть из них ранены. Часть из них остались инвалидами. Большая часть измотана финансово. Потому что гражданское общество кинуло все свои силы на то, чтобы сдерживать внешнюю агрессию. Поэтому у гражданского общества нет денег для того, чтобы что-то делать. Экономически гражданское общество выбито. Третье. Гражданское общество обезглавлено. У них нет лидера. У них нет системы. У них нет стратегии. Гражданскому обществу нечего противопоставить системе через 4 года спустя революции достоинства. Поэтому вот эти все возгласы. Гражданское общество на сегодняшний день, оно может только, я не знаю, ну, действительно сетывать в интернете. И писать какие-то, скажем так, посты, возмущения и тому подобное. Но гражданское общество не способно отвечать. Оно не способно даже обороняться. И любое, скажем так, форпост гражданского общества, который стоял даже, можно сказать, под Верховной Радой, вот вам и есть гражданское общество. Это 50 ветеранов Донбасса, активисты, предприниматели, еще несколько десятков киевлян, которые приехали их поддержать. Гражданское общество разбито. Оно разбито и подмято системой. Вот и все. Поэтому я не вижу никаких предпосылок сегодня для системы не продолжать закручивать гайки. Потому что такого промежутка в истории, когда гражданское общество было настолько разрознено и настолько разбито, такого не было за всю историю независимой Украины. Даже когда пытался подкручивать гайки Кравчук, даже когда закручивал гайки Кучма, даже когда закручивал гайки Янукович. Гражданское общество и та же система олигархов, которая была заинтересована даже в усилении гражданского общества, чтобы ослабить, скажем так, влияние семьи, они были намного влиятельнее. И было что противопоставить. Поэтому никто из олигархов не будет вынужден, либо даже из политиков тяжеловесов не выступил на стороне. Не то, что вы представьте себе, не то, что по поводу зачистки можно относиться по-разному. Потому что я считаю, что сам палаточный городок, который был под Верховной Радой, во многом там было много профанации. Я считаю, что во многом там была дезорганизация. Палаточный городок представлял интересы нескольких политических организаций, политических партий и гражданских инициатив. Но одна палатка не знала, что происходит в соседней палатке. И там не было единения, там было мало людей, и там не было какой-то конкретной стратегии. А после того, когда палаточный городок потерял их организаторов и Саакашвили, после того, как палаточный городок перестал использовать сцену, тогда он и вообще сошел на нет. Поэтому в этой ситуации логично, что власть взяла очень удачный момент, взяла решение суда и просто зачистила 50-60 человек, которые оставались в этом палаточном городке. И не потому, что сам городок представлял какую-то угрозу для власти, а по сути потому, что это была некая заноза неприятная, которую нужно было убрать. И как только эта заноза для власти начала нести минимальную угрозу, как только воспалительный процесс прошел, как только убрали, скажем так, главных раздражителей этой занозы в системе, ее просто легко убрали, чисто, без шума и пыли, и все, что могло отреагировать гражданское общество, это было несколько каких-то злобных постов в Фейсбуке, что типа вот мы этого так не сдадим и тому подобное, вот мы будем отвечать. То есть гражданское общество перекочевало в интернет, гражданское общество перекочевало в Фейсбук, и урданского общества нет реально ни ресурсов, ни потенциала каким-то образом изменить систему или хотя бы противопоставить ей хотя бы какую-то минимальную альтернативу, потому что ее нет. Далее, показательным для меня была реакция большинства политиков, большинства европейских политиков, которые топят за Европу, которые были на Майдане, и многие из них, которые претендуют на власть в 2019 году. Так вот, они не сделали ничего, они не дали даже какое-то нейтральное заявление, то есть я видел там на сайте Батькивщины было написано какое-то обращение, что мы засудживаем, вот и все. Ни Юлия Владимировна, ни кто-то из них, ни мэр Садовый, ни грозные эти политики-оппозиционеры, они не высказались единой солидарной позиции по поводу зачистки палаточного городка, что еще больше дает козырей системе дальше включать полный ткаток, полный маховик, маховик прессинга, маховик перекупа активистов и маховик фактически подготовки к выборам 2019 года, там где я не вижу вообще никаких проблем для того, чтобы Порошенко, либо тот человек, который лоялен к власти, был избран на второй срок, потому что противопоставить фактически нечего. Средний класс выдавливается. Активистов, ну их не то что садят, их действуют, скажем, методами запугивания, на них возбуждают уголовные дела, но при этом не закрывают. И они находятся либо на подписке, либо в подвешенном состоянии, то что люди в погонах не могут прийти в любой момент. Поэтому в этой ситуации система сильна как никогда. У системы есть финансовый ресурс, у системы есть поддержка Запада, у системы есть монополия СМИ, и те возгласы, я бы сказал, те зойки реально в интернете, которые лунают от патриотичных сил, и от которых там по поводу говорят, что вот там Майдан, Третья Майдан, да ничего не будет, потому что у этих сил нет ни единства, ни стратегии, ни единых лидеров. И вот эти, скажем так, псевдополитики, псевдопозиция, которая фактически обосралась в субботу, которая не то что не приехали поддержать, потому что там у меня была всего пара-тройка депутатов, не то что не приехали хотя бы высказать, я не говорю солидарность, потому что, я опять говорю, я не идеализирую организаторов нам этого местечка, я не идеализирую Семенченко, я не идеализирую Соболева, мне до конца непонятно, что там происходило, и почему в конце концов батальон Донбасс начал выдавливать оттуда всех остальных политиков и фактически брать под контроль вот этот палаточный городок, мне это непонятно. Но тем не менее, если ты политик, если ты борешься против системы, если ты за европейские ценности, ты как минимум должен либо включиться в ФБ ЛИФ, либо приехать на место и высказать свою солидарность, либо свой протест, либо свое недовольство теми действиями власти и теми действиями, когда фактически ветеранов войны на Донбассе, ветеранов войны на Востоке, жестоко избили, в том числе женщин. Поэтому это и есть политика. Это и есть политика, когда человек, политик, несет в тебе некие ценности, ему не важно, кто во власти, ему не важно, какая политическая конъюнктура, ему не важно, в стране демократия, авторитаризм, олигархия, либо анархия. Политик просто высказывает свое мнение, потому что он последователь, потому что он поддерживает демократию, потому что он поддерживает права человека. И вот, права человека под Верховной Радой в субботу были нарушены. И любой нормальный политик должен был сказать об этом и заявить об этом вслух. Теперь по поводу псевдо-оппозиции украинской, которая тоже не существует, и которая это тоже великий фейк. Потому что все, что они смогли, это пяре-тройка партий, которые не способны объединиться, которые не способны вытянуть новую какую-то стратегию, которые не способны даже составить какой-то единый список либо выдвинуть требования. Все, что я видел, это то, что в Фейсбуке написало там несколько политических партий, у которых в целом, наверное, будет процентов 5. Они высказали свой протест, сказали, мы засудим ему. То есть они высказали глубокую озабоченность. Ту же озабоченность высказывали европейские политики, французы, немцы, британцы, когда на Украину напала Россия. Эта же самая озабоченность, наверное, а Тимошенко, давайте говорить уже конкретно, она не высказала даже никакой озабоченности. Все просто. Потому что этим людям псевдо-оппозиции им нет, что терять. По сути, Гриценко понимает, что у него есть там каких-то вонючих 5 процентов. И он хочет с этими 5 процентами, не знаю, попробовать либо на президентский, либо как минимум, если он не будет сейчас дергаться, у него получится в 2019 году завести свою фракцию, Верховную Раду, завести своих там десяток депутатов. То же самое касается и Тимошенко. Мне кажется, что у Тимошенко там тоже ситуация. У нее идут договорники. Она просто договаривается с Порошенко. Я думаю, что в этой ситуации Порошенко вполне может предложить Тимошенко формат ширки, который они пытались создать Сенуковичем в 2010 году. То есть, фактически, администрация президента может предложить Тимошенко в такой формат. Я слышал, ну, как бы слухи до меня доходят, но я думаю, что это вполне реальный вариант, когда к Юлии Владимировне говорят, давай качаем ситуацию, делаем досрочные выборы парламента, делаем твою фракцию бьют там самой многочисленной, скажем, более влиятельной Верховной Раде. Ты становишься премьером, а я становлюсь президентом на второй срок. Поэтому давай распилим страну на двоих, Порошенко и Тимошенко. У тебя не получилось это сделать с Януковичем в 2010 году, когда вы хотели выбирать президента в парламенте. Давай сделаем это по более красивой системе. Давай это сделаем в 2019 году. Поэтому в этой ситуации нет никаких, у меня лично нет никаких сомнений в том, что Тимошенко, она рассматривает разные варианты, и это псевдооппозиция. То же самое касается и Гриценко. Это тоже псевдооппозиция, потому что все, что есть, это некое... То есть вот это высказывание обурвания, никакого фактического четкой позиции с яйцами не было показано. Если ты политик, если ты уже предусматриваешь себя как кандидата в президенты, или если ты уже избирался, если у тебя уже была публичная должность, ты должен понимать, что на тебя смотрят сотни, десятки, миллионы людей, которые, скажем так, разделяют твое мнение, которые разделяют твою позицию, и которые должны, скажем так, которые... которые должны... Перед которыми ты уже отвечаешь, перед которыми ты не должен обращать внимание на схемы, и на договорники, и на конфеты Рошен, которые тебе предлагает банковая. А ты должен делать поправку, в первую очередь, на своего избирателя, тех людей, которые проголосовали за тебя, и которые готовы отдать свой голос в будущем. Поэтому Гриценко, Тимошенко, Садовы, и все остальное, это псевдо-оппозиция. Я не считаю это оппозиция. Я считаю, что оппозиционный блок, Рабинович, и партия за життя, являются на сегодняшний день более серьезной оппозицией, нежели та псевдо-европейская оппозиция, которая существует сегодня в Украине. Да, по одной простой причине. Потому что ни Рабинович, ни Мураев, никто из них, они никогда не декларировали европейские ценности. Они всегда говорили, что Украина – это сфера интереса в РФ, что Путин – великий вождь, что мы должны присоединиться к России, ну не присоединиться, а как минимум наладить свои, скажем так, наладить нормальные отношения с Россией, заключить там мир какой-то, выполнять Минск и тому подобное. Они, во всяком случае, да, они пророссийские, можно их называть ватниками, кем угодно, но они последовательны. Они отрабатывают четко свой электорат, они отрабатывают регионы Юго-Востока, и они последовательно ведут пророссийскую, пятую, скажем так, пророссийскую политику, отрабатывают пророссийские электораты в Украине. Но это и есть оппозиция, да, они оппозиция европейским ценностям, они оппозиция европейскому выбору, они оппозиция европейской власти там в Украине и тому подобное. Поэтому, да, это оппозиция, да, это пророссийская оппозиция, можно их назвать ватная оппозиция, можно их назвать пятой колонной Кремля, но они последовательны, и действуют последовательно, и своих месседжей не меняют. А та псевдооппозиция, которая на сегодняшний день присутствует в Верховной Раде, которая претендует на власть, Что украинцев заведут в Европу и что Порошенко это негодяй, а мы такие классные, но при этом засовывают язык в жопу. По любому вопросу, по любым вопросам ущемления демократии, по любому вопросам выдворения оппозиционных политиков, по любому вопросу разгона протестов, какая это нафиг оппозиция? Какая это нафиг европейская оппозиция? Это просто подковерные шестерки, которые готовы взять кость в будки, которые на следующий день не соревнуются за европейское будущее Украины, а не соревнуются какой размер конфету, либо коробку конфет, кто из них получит больше. То есть они вот как собачки выстроились и они ждут, а вот собачник главный, у которого все, скажем так, вот эти сахарок есть, он этим и сахарок и раздает. Один сахарок большой такой, это коробка конфет, либо целый торт, который обещает кресло премьера. Кому-то поменьше конфетка, там где говорит, что вот вы получите фракцию Верховную Раду. То есть это по сути такой парад обещаний, парад всяких там, скажем, компромиссов и договорников, которые, скажем так, за которые за размер сахарка и дерется вот эта вот псевдооппозиция, которая в Украине якобы существует. На самом деле это все лишь на бумаге. Поэтому любой политик и любой человек, это сказано и в Библии, человек испытывается и человек проверяется в первую очередь в сложных ситуациях, человек проверяется конкретными действиями. Поэтому можно сказать, что конкретные действия в течение последних нескольких месяцев, когда были действительно облавы, я опять же говорю, я ни в коем случае не идеализирую ни Саакашвили, ни вот эти все палаточные городки и другие протесты. Но когда фактически идет облава на гражданское общество и тому подобное, оппозиция показывает свою полную беззубость. Максимум, на что они способны, проевропейская оппозиция, это написать в пост в фейсбуке, написать какое-то заявление на сайте своей партии, либо еще написать, что мы готовы там объединиться, готовы к переговорам. Какие, черт возьми, переговоры? В стране уже устанавливается реально гибридный авторитарный режим, а они только сейчас собираются переговариваться. Вы серьезно? Вы не оппозиция, вы просто бесхребетные, старые, немощные, прожженные, конченые недополитики. Вот что такое проевропейская оппозиция, в том числе, которая представлена сегодня в Верховной Раде. И ни за кого из них я голосовать точно не буду, я лучше приду и порву свой бюллетень. Вот и все. А лучше голосовать за тех людей, которых вы знаете лично, которые могут идти по мажоритарке, но ни в коем случае не идти, скажем так, не голосовать за старье, за старый хлам, который просто выстроился для того, чтобы получить больше шоколадных, вкусных конфет, в виде эфиров, в виде денег, в виде портфелей, в виде остальных всяких материальных ценностей и политических, финансовых привилегий, только для того, чтобы дорваться до корыта и хотя бы получить свой маленький-маленький кусочек у корыта, финансового корыта, которое еще осталось в Украине, чтобы просто допиливать эту страну. Поэтому в этом обращении я бы просто хотел сказать, что да, в Украине возможна диктатура, в Украине возможна диктатура лайт-версии 21 века, и в Украине гражданское общество на фоне разбитой оппозиции, на фоне разбитого гражданского общества, мне кажется, что система, власть и олигархи, они могут делать все. Поэтому продолжение следует. Спасибо, что смотрели, слушали. Это был мой крик души. Максимальный репост. Думайте, анализируйте и сопротивляйтесь.